всем приветик я сегодня хочу с вами поговорить про растяжку не пугайтесь вот этой вот мои раны меня никто не бьет это на кольце недавно выходила заниматься вот такие последствия если вы вдруг надумаете трените на колечке воздушной гимнастикой заняться то вот такие вот вас ждут следы на руках и ногах в общем про растяжку я себе даже выписала небольшую шпаргалку вот так вот она выглядит вам сейчас покажу все что я этот волк весь мой контент собран андроиде короче выписала несколько штук которые бы хотелось обсудить так как я начала преподавать онлайн у меня возникло очень много вопросов относительно подхода к тренировкам к растяжке к шпагатом ко всяким разным положением плюс елка сюда добавилось и я думаю вообще в правильном ли я направлении двигаюсь потому что мне не хочется калечить людей не хочется колесить себя это что я наблюдаю порой на ю тубе и stories у разных ребят моих друзей у незнакомых меня короче я в состоянии шока нахожусь от увиденного вот недавно прислали мне stories там где девочка сидит на поперечном шпагате и тренер стоит ногами сверху на вот этой части да ноги вот так вот у нее расплылись и тренер сверху стоит давит я понимаю что это вообще супер недопустимая штука но люди продолжают вот это хавать идти к таким тренерам заниматься и я не позволяют делать собой такие вещи вот и мне хотелось бы сейчас вспомнить некоторые моменты из своей жизни потому что и меня так растягивали и я самостоятельно делала подобные манипуляции с детьми со взрослыми конечно не становилась я так ногами но все равно надавливание какие-то были приводила ли это к результату ну вероятно нет может у того кто гибкий от природы да а так если в большинстве случаев брать то наверное нет вот и в целом про гибкость так сейчас я начну с основного первое значит что меня беспокоило да то что что-то может у кого-то получаться легко а у кого-то вообще не получаться вот была такая ситуация я очень хорошо помню танцы которыми я начинала заниматься в запорожье 17 лет в детстве тоже у меня были некоторые увлечения там танцы гимнастика но это продлилось не очень долго а в 17 лет я уже пошла там к одной женщине которая преподавала хип-хоп и там были ребята с разным уровнем подготовки вот и была одна девчонка которая могла вот так вот знаете брать ногу через верх я вам прикрепила тут буду иногда прикреплять какие-то элементики до бильман когда затяжка нога сзади у вас торчит вот она делала такую более облегченную версию просто ножку брала вот так вот и протаскивала и локоть у нее соответственно смотрел с потолок я такая думаю о прикольно я тоже так хочу и я понимаю что она мне показывает а у меня не выходит у меня плечо просто так не проворачивается я чувствую напряжение в верхней верхней поверхности бедра у меня бедро не опускается на пол так как она сидит но при этом я знаю наверняка что она не занималась никакой гимнастикой она просто приходила также как и я на танцы все но у нее это получалось а у меня нет вот и с течением времени конечно через боль через какие-то подготовительные упражнения там были и травмы потом пауза потом восстановление я делала до какие-то элементы которые я хотела ту же ногу я брала с такой натяжкой с усилием набрала делала перевороты садилась в шпагаты продольные у меня всегда были с поперечкой проблема очень она так затянулась к ней я еще вернусь так и как-то она все это получалось но через боль все чего бы я не коснулась она давалась через страдания и никто из тренеров а у меня их было очень много то есть это было были танцы сначала потом акробатика потом учеба в академии воздушная гимнастика йога и мне никто не давал никаких направлений как бы это сделать все но с отсутствием воли то есть не было такого везде где меня тянули это это были страдания и я видела что все страдают вокруг и я что же должна особенно я человек целеустремленный или мне ну хотелось мне прям очень хотелось бы такой растянутой гимнаст очка и все такое ну не давалось она мне ну хотя нет не так давалось но через сильные такие страдания так да никто из тренеров мне не давал никакого направления чтобы вот это все сделать более комфортно и перейду к следующей главе по поводу формата онлайн тренировок то есть я сейчас мониторю какую-то инфу для чего для того чтобы стать тем человеком который бы мог привести к результату без боли и мне кажется что это вполне выполнимая задача потому что сейчас существуют разные подходы к тренировкам и я понимаю что когда там на растяжке говорят что нужно расслабиться до или сесть и сидеть это не работает то есть все равно должно быть какое-то напряжение в мышцах это то о чем мне не говорили это я сейчас прихожу путем просмотра как каких-то тоже youtube каналов что-то я изучаю о человеческом теле и вот такие знания у меня начинают где-то организовываться и плюс я на себе что-то пробую я понимаю что это работает вот и сейчас я перейду к самой академии да по поводу учебы в академии я хочу остановиться на этом потому что я туда уже поступила после первого своего образования мне было 20 лет 20-21 то есть я уже такой взрослый человек хотя нет это сейчас возможно и где-то взрослые а тогда нет и я захотела поступить на хорео в хоть какое-то учебное заведение которое бы меня приняло потому что у меня не было базы знаний классического танца а это необходимо было для вступления вот в эту академию надо было сдать классический станок и середину до на середине тоже мы что-то делали и я прочитав вот эти правила поступления я начала подготовку я тогда была в запорожье академия была в я вам сейчас озвучу как называется по названию название здесь тоже важно будет в этом рассказе я начала подготовку брала уроки у девчонки которые запорожье она с детства занимается хореографией и классический танец у них был введен в программе программе их коллектив до профессиональные они танцоры и у них там было всякие о фп и классический танец я брала эти уроки понятное дело что мое тело абсолютно не приспособлено было к тому чтобы что-то выполнять какие-то знания запомнить окей я могу объяснить тому как делать плие как-то так что-то я могу объяснить а сделать его стать в первую позицию выворотно до чтобы у меня и колени были сомкнуты и и и и пятки и стопы развернуты и пятка была вперед выведена даты раскрыты конечно же у меня не было я не понимала что такое постановка корпуса как себя надо держать в общем все это мало-помалу она мне как-то объясняла мое тело пыталась что-то запомнить и адаптироваться но это очень сложно это надо заниматься с детства в общем набралась я каких-то знаний и при поступлении я помню стою возле станка мало того что переживание очень сильное я вижу что есть ребята которые поступают в это высшее учебное заведение после училища то есть там как люди делятся делились на три категории это те кто поступают после школы обычные обычная школа те кто поступает после училища и желающие здрасте вот это я я очень хочу я зажглась ты идей думаю мне надо переехать киев поступить на хореограф я смотрю возле станка есть ребята которые но они прям раздупленные они понимают что они делают у них хорошие тела это очень заметно разницу между людьми которые захотели просто прийти поучиться и те у которых была база я так и я поняла что мне надо как-то списывать потому что и не просто знаете мы сейчас делаем комбинацию плие а там было что-то намешано то есть поворот от станка поворот к станку что какие-то штуки это было сложнее чем я себе предполагала ночью с горем пополам как-то это все я сделала и потом надо было еще показать сольный танец я его станцевала благополучно это было гораздо лучше чем станок и я помню мне зав этой кафедры говорит слушай ну станцевала ты хорошо ну станок это вообще капец но мы можем закрыть на это глаза и как бы ты поступишь на платное там все на платном были бюджетники это что-то там что-то без мамы без папы ну то есть там все на платном были их же да 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 супер все ну у меня была жажда учиться жажда знаний которые я там получила но каким путем это тоже будет час сразу скажу что вот это высшее заведение учебное называлась академия национальная академия руководящих кадров культуры искусств руководящих кадров то есть ты учишься на руководителя я была на отделении современной хореографии что означает я руководитель ансамбля современного танца то есть современный танец это очень широкое понятие это может быть хип-хоп это может быть контемпор или это может быть куча всего куча направлений то есть я руководитель такого ансамбля соответственно я должна уметь руководить это тот который учит и важно отметить что мы же ну не дети взрослые люди до туда поступали это 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 важная штука потому что взрослое тело оно не такое как детское ну то есть меня мучает вот этот вопрос я должна была сдать классический станок то есть я должна была уметь его делать я не втого я не я не туда хочу завернуть раза почему я возвращаюсь к детям потому что когда дети поступают в балетное училище у них есть отбор это будущие артисты их отбирают да у них есть определенные параметры что там смотрят я даже выписала потому что я недавно посмотрела выпуск с комиссия там сидела там женщина рассказывала какие данные должны быть у детей и я выписала на что смотрят смотрят на стопу на шаг шаг это подъем ноги до в сторону назад как она поднимается не на удержание а как нога поднимается то есть ребенок даже может не заниматься предварительно у него должны должны быть данные должна быть природная гибкость вот то о чем сейчас я хочу поговорить от чего собственно травмы то и происходят то есть природная гибкость ты берешь ребеночку ножку он ни разу не занимался и ты ее поднимаешь и она поднимается просто поднимается или не поднимается это шаг спину смотрят наклоны прыжок да я видела там детей ставят в шестую позицию это когда ножки вот так вот вместе сведены и они в музыкальный ритм прыгают и раз и раз и раз и смотрят какой у ребеночка прыжок вот и плюс музыкальность наверное что они так смотрят ну и плюс там какие-то внешние данные артистизм вот такое да и по этим параметрам принимают решение брать ребенка или не брать но это касаемо детей исполнителей у нас счетом смотрели то есть я должен я должна была показать классический станок его знание без исполнения или я должна была показать исполнение то есть по факту а если бы я например была гимнастка до профессиональная и поднимала бы просто ноги без знания станка вероятно мне вы поставили оценку выше чем я пришла с какими-то знаниями и без подготовки вот то есть по сути когда ребеночек до приходит на такие отборы у него должны быть данные просто от природы вот я даже вспоминаю я смотрела я часто смотрю интервью с цискоридзе и что он говорит он говорит о том что он пришел я был без костей то есть он гнулся в разные стороны а там его научили контролю и силе до чтобы поднять ногу и держать ее мало быть растянутым тебе нужно научиться контролировать свои мышцы наверное так и может быть я конечно каким-то не таким языком выражаюсь не знаю все равно у меня маловато знаний до сих пор но я исправлюсь но смысл понятен вот и теперь вернемся от детей к нам взрослым людям то есть меня ставят возле станка и у меня преподает человек который преподает в балетном училище киевском у меня так было лично то есть это очень классный педагог вообще скрипник у него фамилия чудесная женщина она сама в прошлом артист и я сама видела ее в деле мы ходили на экскурсию в балетное училище это преподавала и потом она преподавала у нас и конечно же у нее есть определенные требования к телу то есть ногу надо было поднять ногу надо было держать ну и конечно же не все мы были одинаковые для преподавателя для любого для классическое классический это танец народный танец современный всем были разные и я все равно видела что педагог смотрит на людей у которых есть данные они может быть не так сильны но у них есть данные вот я помню у нас была девчонка одна алина она из гимнастики с художественной пришла и у нее все у нее рост у нее такие длинные конечности все-таки она тоненькая хрупенькая и все что она делала для разогрева она приходила в зал и плюхалась просто в шпагат для нее это не было проблемой то есть я даже не знаю что как она так грелась чем она там грелась она такая сядет сидит в жабке и просто раскачивает таз вперед назад или не знаю взяла там ногу сзади и тянет ее то есть для нее это не составляло труда и когда она становилась к станку к ней было больше внимания чем ко всем остальным хотя у всех остальных нескольких девочек припоминаю у которых тоже была хорошая растяжка себя я не отношу к этим людям потому что у меня я сама по себе маленькая тогда я весила больше 50 могла весить килограмм 52 для моего роста это очень много я 150 сантиметров ну прикиньте бульба такая не чупа-чупс на палочке я так равномерно полнею и это не выглядит норм а если ты еще и стоишь возле классического станка и у тебя нету растяжки и ты еще и не знаешь комбинации я помню как меня ставили есть до центральный станок есть боковые и я помню как меня ставили вот туда на боковой станок ну потому что а что там смотреть то есть конечно тебя это демотивирует немножко ну и ты такой ну ладно ну да ну чё там смотреть и смотрели вот на эту девочку и и ставили еще высоких я помню ну и более короче более развитые тела с которыми можно работать а ты как будто бы там было особо никому не нужен так сейчас секундочку и вот к чему то есть ты смотришь на вот эту чудо алину к ней вообще претензий за что никаких нет она действительно она и красивая девочка все у него как бы прекрасно ты на нее смотришь и ты понимаешь что ты хочешь тоже как она ты хочешь чтобы она тебя тоже обратили внимание и что ты делаешь ты начинаешь растягиваться всеми правдами и неправдами а как ранее было сказано мной меня никто не учил растягиваться без боли то есть мы все привыкли и я смотрела кстати вот в академии на девчонок там одна там тоже алина а вы можете мне подавить там еще больше на ноги дальше лечь на куда возвышенности еще больше ее додавить и ты это видишь и у тебя формируется мнение что тебе нужно также я помню что я насиживала в шпагатах на время я помню я приезжу приходила в общежитие домой расстроенная и знаете что я делала было две кровати вот этих двухэтажных и я раскидывала ноги на эти две кровати и сидела на время в поперечном шпагате вот так то есть это могу быть пять минут по 7 минут до дикой боли просто до слез и я понимаю что я все равно сажусь на пол она не просаживается никуда ну как так но я же сижу но это же провис но я же должна что-то как-то там сделать при этом предварительно ну как-то ты там что-то подразумелся что-то ты знал что-то не знал вот и погнала сидеть вот этих шпагатах бесполезных все равно эффекта никакого не происходило все равно ну допустим окей шпагат я говорила что у меня были продольные продольные ты все равно ты как-то можешь поднять эту ногу подержать ее сила как-то со временем стала вырабатываться ну потому что все равно классика да ты делаешь плеем ты делаешь релеве ты делаешь батманы ты как бы все равно развиваешь силу ног и и это очень кстати хорошо хорошая разминка как по мне вообще балет водная штука и когда взрослые люди идут на балет не на растяжку на балет когда они учатся контролировать свои мышцы вот это водная тема то есть я помню что я научилась да я до сих пор могу держать ногу выводя их в сторону чтобы у меня были развернуты вперед бедра правильно стопы стояли выворотные я могу задержать ногу наверху потому что есть контроль мышечный вот так сейчас о чем о чем о чем но все равно ногу допустим ты можешь поднять а есть такие штуки как прогиб до назад ты прогибаешься нам говорили гнитесь под лопатками я вообще не гибкая в спине если плечи хоть как то я кстати перевороты все делала за счет плечей то спина это вообще ну я не понимала что такое работа над грудным отделом под какими там лопатками надо гнуться я понимаю же просто никак не прогибаюсь и это со мной и какое мне задали вопрос тогда какие вы упражнения знаете на спину что я могу сказать мостик лодочка корзинка до чего научили у дома той гимнастике еще в детстве это то и я и узала и понятное дело что не как ты все равно ты не будешь гибче за счет этих упражнений за счет просто перекатов или есть ты мостике будешь настаивать ничего не произойдет там ну какой-то мальский эффект был но это это не то что нужно это вообще неконтролируемые какие-то штуки и вот мне сейчас 32 года а тбс правый тазогенренный сустав у меня болит но так скажу болит но наверно последние полгода и вот наверное даже я работаю над ним то есть я ищу какие-то схемы методики которые бы мне помогли это если что не какие-то блокираторы не уколы это упражнение собственным весом благодаря которым работает ягодичная мышца благодаря которым я укрепляю ноги икроножные со стопами работаю таким образом я пытаюсь сохранить здоровье своего тазобедренного сустава то есть что я хочу сказать не всем дано быть гибким от природы но мы можем увеличить что я хотела сказать улучшить эти показатели и увеличить диапазон движения путем силы контроля напряжения мышц и дальнейшим вытяжением назовем так вытяжением растяжки все таки я такую схему применяю растяжка это не расслабление растяжка это контроль то есть даже если вы сидите в жабке например и вы делаете перекаты вперед-назад а подкручиваете нас туда-сюда вы должны это контролировать вы должны быть мозгами на тренировке потому что вот тоже что я замечала ты заходишь например в танцевальный класс и все перед классическим или народным танцем такие знаете они сидят на полу и просто в складке там сидит человек и что-то клацает в телефоне вот это уже фиаско потому что вы головой должны понимать и думать о том что вы делаете что на чем вы работаете что у вас напряжено где у вас расслаблено и почему она расслаблена не должно быть расслаблено так да ну и как бы у всех разный показатель вот этой гибкости вы можете никогда не сесть в шпагат на шпагат вышка поперечный в частности потому что разное строение таза бывает у людей да и про дольный я так думаю тоже не все это могут сделать как и вот этот бейман который я я я бредила этим элементом как мне хотел это мне до сих пор я не буду врать мне до сих пор хочется улучшить свой вот этот показатель потому что при ай ну не знаю надо часа полтора позаниматься для того чтобы взять ногу там через верх да я могу ее взять но это всегда с трудом то есть у меня вот грудной отдел плечи это вообще какая-то беда и я понимаю что может быть и не нужно мне это делать может надо уже прекратить себя насиловать и работать со своим здоровьем вот эти 32 года так говорю кто-то мне кажется это должно позже происходить или наоборот раньше ай ну видимо это счет меня рассуждение прикольно так вот это в принципе все что я хотела сказать то есть весь этот сыр бур у меня организовывается из-за того что мне не хочется на своих тренировках ломать людей вот я вам приведу пример это то что произошло у меня на онлайн занятий я думаю сейчас а девчонка она говорит у меня болит в тазу у меня есть какие-то боли потому что давно кстати с ней знакома мы вместе танцевали мы вместе вот это вот по идиотски тянулись то есть я понимаю что были неправильные шпагаты или были какие-то травмы на сцене и она говорит ну да есть дискомфорт то есть где-то на одну ногу я делаю выпад я чувствую себя нормально на вторую ненормально едва можно как раз с ней поработать с упражнениями на тазобедренную на ротацию на мобильность тазобедренного сустава я здесь человек у меня вот там в телефоне да я понимаю что мы начинаем с ней работать и вроде все нормально проходит там тренировка на следующее занятие она говорит у меня болит колено теперь то есть я понимаю что я тоже не могу проконтролировать до человека как как он выполняет допускает ли боль он в этом упражнении потому что все равно говори не говори о люди которые привыкли да они ходили там на гимнастику на танцы они все равно даже когда чувствуют боль они считают что это нормально это нормально любая физактивность равно боль и они даже могут неосознанно пропустить этот момент то есть она там где-то мне было больно ну и что и я понимаю что она говорит у меня болит колено я думаю блин а болит там от таза ну то есть мы что-то сделали может быть что-то я пропустила может быть что-то эта девочка пропустила но болит колено не то чтобы знаете может в повседневной жизни она не болит но допустим взять корзинку до вывести корзинку наверх все уже она там где-то подбивает и единственное что я сейчас могу предложить это заниматься укреплением ягодичных мышц да ну я не отрицаю какие-то упражнения на мобильность но то что нам надо укреплять это все факт вот рассказала вам такую штуку то есть связи с вот этой академии которая у зашла я думаю я начала растягиваться просто потому что я видела что не хватает мне внимания от педагога потому что я видела что есть кто-то лучше меня и я стремилась к вот этим людям до сквозь боль сквозь страдания травмы ты все равно пытался дотянуть ты понимаешь у тебя это вообще никак ты во вред здоровью своему работаешь из-за того что тебе никто не объясняет что так не должно быть вы не должны терпеть или или например а я помню была такая фраза так вы учитесь здесь на педагога то есть вы должны уметь объяснить окей вы должны уметь объяснить но тогда почему идет такая градация между учениками какого хрена блин потому что я я чувствовала себя дискомфортно в этом обществе потому что я какая-то не такая а мне не объяснили например что да не надо драть эту ногу до головы вы просто должны знать правила поднимите ее ниже да не нужно ее там держать и пытаться там что-то через себя выстроить и правильно свое тело пускай нога будет ниже такого не было или у меня куда-то память подевалась но я просто я я у меня всегда на виду в академии были люди которые делали себе больно все сидели через боль вот я не исключение вот это не было вот этого объяснения что ты не гибкий ты не гибкий там надо как какую-то или другую методику применить для себя или чет такое и я сейчас очень много об этом думаю и хочется иногда с собой поговорить мне кажется что мой мужчина подумает что я сошла с ума то есть воспроизвести это вслух как я сейчас например это сделала может я тут прыгаю с темы на тему и не до конца чего-то объясняю когда свою мысль но мне кажется что в общей картине понятно что я не была гибкая но я пыталась растянуться такими тупорылыми путями потому что мне никто это не объяснял и что-то я вот не помню чтобы у нас какая-то анатомия там было ничего такого не было надо было поднять ногу чем его поднять не знаю магии какой-то так и в заключении чё-чё-чё хотела еще привести в пример тот видос который я посмотрела на ю тубе недавно это очень такой попсовый канал я не буду говорить название я просто скажу что там происходило значит девушка она берет интервью у артистки балета до который в большом театре выступает и она говорит такая рубрика советы профессионала для любителя и такая привет василиса расскажи василиса это балерина расскажи вот нам любителям что же ты делаешь как с чего ты начинаешь разминку что ты делаешь перед тем как приступить непосредственно там к станку или к репетиции своей партии предположим это василиса начинает втирать абсолютную чушь ну я вот сажусь в шпагат если чтобы рассчитывать вот эту часть ноги так я дожимаю в шпагате она сидит вот так вот гнет ногу если вы там не растянуты сюда а потом стала на вот эту чувиху ногами она вот так вот раскрыла ноги перед ней вот так и она стала и у тебя вот на внутреннюю поверхность говорит вот так вот мы друг друга тянем там я сажусь с кубиков и они сидят вдвоем с кубиков она и объясняет там что она жрет какие салаты и все такое а это бедолага который интервью берет сидит с кубиков у нее такое пространство между ней и полом и она такая служит и уже понимает что у нее ну очень сильно болит то есть не так нельзя с бухты барахты братья садится и опять мы приходим к тому что это балерина она просто не ощущает она не понимает этих ощущений потому что вероятно и его взяли уже с определенными данными которые непонятно вот этому обычному человеку да вот и меня это очень сильно насмешило и огорчило потому что на этом видео два с половиной миллиона просмотров вот и все пишут очень такие восторженные радостные комментарии вау класс вот это да надо попробовать и она там показывает как она разогревает тазобедренный сустав у нее она высокая станок перед ней довольно такие тоже высокий и она берет ногу и кладет голенью так вот на станок и потом начинает дотягивать корпус к этой ноге не не рывками ну так вот вперед то есть вы понимаете да какая выворотность в тазу у человека для того чтобы воспроизвести такое упражнение а еще просмотрел вот это видео про поступление там сразу это женщина из комиссии спрашивали у нее а если нет выворотности в тазу это можно наработать и она сказала нет она сказала нет то есть мы можем мы можем взять если там что-то там стопа что там еще что то еще но если у вас нет выворотности в тазу и и также еще был вопрос о том с какого того же стана они принимают а возможно ли поступить человеку которому 13 14 лет и она сказала тоже нет настолько сейчас велика конкуренция что она как она сказала это должен быть какой-то это волшебство это чудо должно быть если человек придет в возрасте 13 14 лет с вот такой природной гибкостью и мы поймем что там можно в этом научить чему-то можно его к станку поставить я это не придумала я это посмотрела на вот эти вот всех балетных каналах там где брали интервью у людей которые непосредственно там работают вот а мы обычные люди пытаемся что-то из себя вообразить и достичь какого-то вот такого результата насмотревшись и не знаю даже чего насмотревшись то есть на на нас давят да там сверху пытается усадить как-то силой и я бы сейчас об этом так не кричала если бы не болела у меня если бы не болела у кучу 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 разных людей вокруг я очень плотно общаюсь с артистами действующими и бывшими и я понимаю что проблемы колени поясница в частности тазобедренные суставы это такое вот самое частое три вот эти составляющие и а так как организм это целостная закрытая система то одно с другим взаимосвязано все и мне кажется я все сказала напишите может быть что вы думаете по этому поводу конец воздушная гимнастика